Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология, студия Сергей Медведев. И сегодня я хочу выступить в традиционном советском жанре. Пастернака не читал, но хочу высказаться. То же самое я хочу сказать, что фильм Дау я не видел, но хочу сказать, по крайней мере, послушать людей, которые его видели. Сделать эфир о фильме Дау, который, я думаю, о котором слышали многие. 700 часов видео, отснятые в течение трех лет, смонтированные в несколько фильмов, гигантская тотальная инсталляция в Париже для просмотра этого фильма. Все это заполнило медиа, все это заполнило экраны и слухи. Что же это такое? Хайп вокруг модного режиссера на деньги олигарха или некий новый вид искусства, гизамт кунстверк, как называл это Вагнер 21 века. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Десять лет назад Илья Хрожановский решил снять биографический фильм о выдающемся физике Нобелевском лауреате Льве Ландау. Несколько лет съемок изменили идею и превратили ее в неожиданный проект, уже отдаленно имеющий отношение к жизни знаменитого физика. 700-часовой проект Ильи Хрожановского называют самой масштабной художественной утопией 21 века. Это одновременно и художественный фильм, и документалистика, и реалити-шоу. Съемочная площадка фильма расположилась в так называемом институте огромных размеров декорации, выстроенной на месте Харьковского бассейна «Динамо» по образцу столичного института физических проблем, где Ландау работал под руководством Петра Капица. Известные гости, художники, актеры, которые принимали условия эксперимента, переодевались и оставались там жить, погрузившись в советский быт под прицелом десятков телекамер. В фильм вошли и интимные, и весьма жестокие непостановочные сцены без цензуры. Этот проект изначально задумывался, чтобы размыть границы между искусством и реальностью, одной из ключевых тем современного искусства. Мировая премьера проекта «ДАУ» состоялась в Париже, в театрах «Шотле» и «Делавиль». Это было шоу с инсталляциями, фильмами, перформансами, которые детально воспроизводили советскую эпоху. Попасть на показ было непросто, а для зрителей предусмотрены не билеты, а визы. На шесть часов, на сутки или неограниченного действия. Каждый выбирает сам, на сколько часов или дней он готов погрузиться в мир, созданный Ильей Хржановским. Фильм я не видел, но есть люди, видевшие этот фильм, и сейчас мы их вам покажем. Это Зара Абдулаева, кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино». Добрый день. Здравствуйте. И Константин Мильчин, главный редактор портала «Горькие медиа». Добрый день. Первый вопрос, который, наверное, вам я хочу задать. Вы можете определить жанр этого всего? Есть ли какое-то жанровое определение? Это межжанровый жанр. Но я хочу сделать комментарий. Вы гениально сказали. Это фильм. Первый человек, который не смотрел, сказал правильно, хотя там 14 фильмов и 700 часов снятого материала, который будет в Daoud Digital. Еще мало кто это видел. Но все же считают, что это не фильм, и это прекрасно. То есть это нечто новое, поэтому не фильм. Я утверждаю, что фильм просто другой. Первый комментарий. Второй, что это реалити-шоу, как сейчас было сказано в этом сюжете. Это никакое не реалити-шоу, потому что и самое поразительное, одно из самых непонятных в этом проекте, потому что это действительно колоссальный проект, я слово это ненавижу, вынуждена сказать. Было сказано, что это реалити-шоу. Так вот, они, оператор и другие операторы, там все-таки работал один оператор замечательный, но там были и другие люди, они совершенно не стеснялись, ни актеры, ни актеры, там одна актриса профессиональная, другие непрофессиональные. Это было совершенно... Они так привыкли к камере, что нельзя это назвать реалити-шоу, то есть подглядывание. Никакого подглядывания. Вот все как есть. И это один из парадоксов этой картины. Жанров там много. Я хочу уточнить, секундочку. Вот вы считаете, что они жили, как если бы этой камеры не было? Да. И в этом действительно... Ну так и есть. Вот для искусства кино мы написали вопросы оператору, он на них ответил. Да, как если бы и ее не было. Они приближались близко, он говорит сам об этом. Но никакого впечатления у тех людей, которые остались в проекте, то есть не сбежал. Там же были люди, которые не выдерживали, так сказать, этой особенной ситуации, а были люди, которые почему-то, по каким причинам, иррациональным, это не нам судить, правда, и ни один ответ не будет правильным. Я бы задумывался об этом, если мне предложили, я бы думаю, ну не знаю, мне было бы сложно согласиться, это полностью выключить себя из жизни на три года, уйти фактически в монастырь. Ну может быть, у некоторых была такая интенция, и вдруг... Обрубить все. Мы не знаем, как мы себя поведем в той или иной ситуации. Мы не знаем. Заранее предугадать невозможно. Так там остались те люди, которые только выдержали, а, наверное, для чего-то, и, возможно, они сами не могут себе сформулировать, для чего, им это понадобилось. Вы знаете, что некоторые физики, лирики и прочие персонажи, реальные, вполне, находили там жен. Там, да, по-моему, 14 детей, что ли, родилось в рамках проекта. То есть там полноценная была жизнь, я бы сказала. Это что? Это своего рода... Вот вы съездили на Дау, описали это очень красочно в Фейсбуке. Я читал, что это... Снабиа, строго говоря. Ну да, я через Фейсбук это прилетело. Эксперимент? Ну, смотрите, есть такое слово, которое ничего не значит, но все объясняют. Проект. Вот, наверное, я скажу, что это некоторый проект. При том, что, конечно, каждый из фильмов, входящих в этот проект, является очень крутым, хорошим. Ну, слово «великий» я не буду использовать, но это классное, крутое кино. Каждый, само по себе. Это, безусловно, дико талантливый. Каждый из фильмов, безусловно, дико талантливый. На уточнение, на уточнение, секунду. А вот если бы вот такой блайнд-тест, как вино, показать людям вот один из этих фильмов, и они ничего не будут знать, что был Харьков, что был Институт, что играл Курензи, что приезжал Костелучи, что были Дауфоны, что, так сказать, заориентовали целый город. Просто показать кино как кино. В блайнд-тесте. Он выдержит этот тест? Я смотрю, поздравляю, что, ну, как, вот из того, что я могу сделать вывод, примерно процентов 30 людей, 20 процентов, были русские, парижские русские, живущие в Европе русские. Иностранные русские. Ну, неважно. Понятно, что сейчас эта граница очень языкная. И тем не менее она очень важна для Дауфа. Ну, по-разному. Нет, не совсем. Скорее, может быть, разница между тем, кто сколько живет. Ну, вот, например, с нами была девушка, мы познакомились с девушкой из Ростова, которая живет, там, не знаю, лет 3 или 4 во Франции, да, там, ну, она, так сказать, больше понимала, например, чем французы, в любом случае, да. Вот люди, пришедшие в французы, скорее всего, действительно, очень мало чего понимали. Я, поскольку я знаю французский, я послушал перевод через Дауфон, ну, я бы, наверное, ничего бы не понял. Это очень монотонным голосом. Вроде бы это очень известные актеры. Там и Де Пардио, и кто-то еще, и ЮПР, по-моему. Ну, какие-то очень классные, что-то я злоупотребляю словом классные, известные, великие, может быть, даже французские актеры, но это очень монотонно, довольно топорный перевод по-английски, по-немецки, по-моему, похожая история. Я с трудом себе представляю, что может понять человек. И у русских, и у французов, и у иностранцев была разная манера смотрения. Мы приходили и смотрели каждый фильм целиком от начала до конца. Это вопрос о том, что это фильм. Мы это воспринимали как кино. В какой-то момент ты понимаешь, что в зале сидят только русские. А французы приходили, смотрели минут 15-20 минут и уходили. То есть для них это был скорее... Экзотизм? Экзотизм? Нет, я думаю, что они смотрели как видеоарт. Видеоарт, вы понимаете, не требует... Видеоарт не требует полного просмотра всего роли. А вы что, ожидали сюжета, нарратива? Да, нарратив есть, какие-то формулы. Я, кстати, думал скорее, что это... Что он держал до конца? Потому что, в общем-то, количество людей, которых я лично знаю, участвуют в съемках довольно велико. Ну, я там сам, грубо говоря, не участвовал, но это там разные там участвовали, приезжали туда, не участвовали, но их звали и прочее. Я довольно мало знал про проект к моменту приезда, потому что я не очень подготовился прочитать, фактически, как от жены, которая там очень много прочла. Мы с женой ездили. И я думал, что это тоже скорее формат каких-то коротких роликов, видеоинсталляций и прочее, и прочее. Но поскольку я, опять-таки, как я книжный критик, я люблю читать, я люблю читать. Мне всегда важен сюжет, мне всегда важна, простите господи, история. И в каждом фильме я эту историю видел, ну, даже, может быть, в некоторых, много историй, разные сюжеты, и меня, конечно, впечатлило, как с помощью, по сути, во многом приемов квази, ну, это квази-документальное кино, но это снято, ну, тут, возможно, вы не оправите, по некоторым правилам, скорее документального, чем игрового кино. Как в этом выстраивается всякий раз последовательный, очень сильный сюжет? Из себя, изнутри, из той визуальности, которая создается в рамках этого пространства? Или это сюжет, задуманный Хоржановским и режиссерами? Я думаю, что это сюжет, задуманный в какой-то степени Хоржановским, и от этого, конечно, становится совершенно ужасно по многому, да, потому что я использовал это слово, это хомопарк. То есть люди дегуманизированы до уровня некоторых... Знаков, фактически. Ну, как бы, ну, животных, да, ну, вот как обезьян к зоопарке приводят, и они, ну, вот помещают, помещают в клетку обезьян разных порохов, и они начинают, они начинают спариваться. И от кошмарности этого замысла, вот от кошмарности этого замысла рождается, ну, рождается некое новое странное страшное искусство. Хомопарк, а чем же тогда это, Зара, отличается от шоу за стеклом? То же самое приводят люди, в какой-то момент они перестают на проекте замечать эти камеры? Ну, понятно, да. Нет, я думаю другое. Я не понимаю, во-первых, почему так все ужасно там. Там как раз парадокс этого проекта или этих фильмов, их 14 штук, заключается в том, что там ужасность прекрасно сочетается в прихотливых, так сказать, комбинациях. Это первое. Второе. Конечно, это отлично смонтированные все 13 фильмов. 13. И там есть сюжеты, там есть свои герои. Они сквозные, но у них, у каждого, им дана история отдельная. Поэтому воспринимать каждый фильм можно совершенно спокойно, и это уже зависит от твоих возможностей или твоих предпочтений, или твоего желания врубиться в это или не врубаться. Но Крыжановский сделал и 14-й фильм, в котором существует в параллельном, перпендикулярном монтаже все как бы герои. Когда это дайджест 13-ти фильмов, мне гораздо меньше он понравился, потому что он очень понятный. Он длинный, по-моему, 6-часовой какой-то нет? Нет, он не 6-ти, по-моему, 3 часа. Но если человек не смотрел отдельные фильмы, а посмотрел 14-й, да, по-моему, 14-й фильм, то ему якобы будет все понятно. Истории про каждого, так сказать, способ съемки и так далее. Но мне его страшно обидно, потому что новация и странности каждого из этих фильмов тут умирает, потому что это уже нормальный продукт. А каждый фильм не является нормальным продуктом. Он является чем-то другим. Он все время нарушает границы, так сказать, твоего привычного культурного или оккультуренного восприятия. А 14-й фильм нормально, у кого нет времени, он может это посмотреть. А он существует? Может, его и нет? Может, это как я вот все думаю, эта история такая, как скрытая мама? Нет, нет, он существует, я его видела и расстроилась, потому что другие сказали, ой, ну ладно, о, здорово, тогда может 13 не смотреть. Ну, это занятые люди, поэтому им достаточно... То есть это уже можно и катать на фестивале, но во всяком случае это вполне смотрибельное и доходчивое, и нормальное зрелище. Но я против такой уступки зрителям, потому что в других случаях ты находишься совершенно в новом для себя пространстве. И я абсолютно... Вот там же странность этих фильмов и заключается в том, что это не только ад утопический. Нет. Потому что в каждом персонаже есть не два свойства, плохой, хороший, ГБшник и какая-нибудь прекрасная буфетчица. Буфетчица, да. Даже если она не стукачка. Все вспоминают буфетчица, да. Там и физики прекрасные, математика, Оледин грандиозный, гениальный. Математик таки, вот, проживший там довольно долго. Там же реальный ГБшник есть, который осознал, раскаялся, хотел в Амнистии Интонечном. И про это я ничего не знаю. Да, там целая история, как его фамилия сжигала, по-моему. Нет, ажипа... Нет, он был начальником тюрьмы, что ли, какой-то в Харькове, и вроде он даже помер, не успев раскаять. Возможно, эти апокрифы сейчас будут множиться. Но я тоже, как и Костя, ничего не читала до этого и не интересуюсь закулисьем. Не интересуюсь закулисьем, потому что это закулисье столько мешает твоему... Мне кажется, что именно оно у всех и было на слуху. Это то, что в основном обсуждалось этика съемки фильма, а вот вынули людей из жизни, а вот убили свинью, а вот тесар... Да не убили вроде, а даже если бы убили. Я хочу сейчас вот такой... Ежедневно привязать довольно много свиней и векторных. Не говоря о людях. По-вашему, вот меня интересует сейчас не текст, мы еще раз обсудим текст второй части, а контекст. Насколько он важен? Зачем нужен был вот эти, все эти подпорки? Все это пара кино. Дауфоны, они хотели строить мост в Париже между двумя театрами. Чтобы удобно было. Премьеру хотели в Берлине сделать макет стены, разрушить макет стены. Вот это все нужно, Костя, вот вы когда поехали? Как вы сказали? Ну, это пиар, который они очень качественно делают. Это способ заявить о себе, я так подозреваю, да, но при этом очень органично вписывающийся в... в... в суть этого, опять-таки, назову это проект. Понимаете, когда... Буфеты со шпротами. Ну, это, я думаю, что это все буфеты со шпротами, с рыбьими головами, значит, пойло... Песими, ты хотел сказать... Пойло, пойло, пойло... Что? Ты хотел сказать пёсими головами. Нет, там рыбья головы. Да, я знаю, я шучу. Я думаю, что это... То есть такой термин из аниме фан-сервис. Это вот... Это все такой фан-сервис для... В первую очередь, конечно, для французов. Там можно купить ватники, можно купить вина из алюминиевой кружки неприятной на вкус и прочее, и прочее. Ну, это все, ну, это пиар такой, я подозреваю. Вот, честно говоря, понимаете, опять-таки, я... Может, это вообще не французов такой парк советского периода? Ну, это... Конечно, 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 действительно, это некоторые... Это этника, этнография такая. Вот это в Берлине, в Лондоне хотели. И вот будут ходить иностранцы на вот этот вот... Ну, как... Диснейленд. Конечно, да. Но, как в любом, опять-таки, скажем слово, качественном проекте, ты можешь найти для себя что-то свое, да? А я смотрел потрясающее кино, там, не знаю, условный какой-нибудь просто, там, не знаю, французский интеллектуал, интересующийся чем-то, посещал парк юрского периода, а вот там, как единственная французская пара, с которой успела хоть прямого спикерс пары слов, они пытались выяснить, откуда пошли проблемы восточной Европы. Нам кажется, что из этого-то фильма мы все... Из этого проекта мы все и узнаем. Опять-таки, да, каждый ищет что-то свое. И в этом смысле возможность просмотра... Ну, когда мы приходим на любой фильм в кино, мы чаще смотрим его от начала до конца, все равно вы, вы и я, и операторы, и звукооператоры, у каждого будет, скорее всего, свой просмотр, опирающийся на его душевное состояние, интеллектуальный, эмоциональный бэкграунд и прочее, и прочее. Но все равно это будет гораздо ближе. А тут ты можешь посмотреть каждый фильм в прямом порядке, ты можешь сперва посетить тульную инсталляцию, а можешь ее не посещать, ты можешь выпить на или не выпить, и количество возможных просмотров и трактовок благодаря методикам этого просмотра порядком гораздо больше. В этом смысле, да, это такое, ну, как бы, сверх кино, ну, некоторое, ну, да, новый, новый, новый вариант, новый аккордограф, потому что его можно воспринимать разными способами, их гораздо больше, чем у обычного фильма. Вот как мне кажется. А мне так не кажется, потому что это не пиар, это единственный способ для человека не советского и не постсоветского, мне кажется, который имеет все-таки такую память. Другого способа нет. И все это было сделано совершенно не на каком-то сверх-ах уровне, все это сбоило и было незамечательно. Но меня спросила одна иностранка, где это правда, чистый документ, как говорит Васильев Анатолий, который участвовал, он не говорит документально, он говорит документально, скажите, пожалуйста, а иностранец может это понять? Я мгновенно, рефлекторно ответила нет. Нет. Для этого нужны эти селедки и прочие миски из алюминия, что мне казалось дешевкой, вообще говоря, и неправильностью. Ну, видимо, видимо, вот этот антураж и Диснейленд в безоценочном смысле, а в жанровом, видимо, он был необходим. Но даже если тебя это раздражало, то после просмотра нескольких фильмов ты просто перестаешь на это обращать внимание. Какой-либо. Ну и пусть это лажа будет. Ну не лажа, но, так сказать, необходимость такого рода. Вот и все. Поэтому, может быть, они боялись, опасались, что вот пустить в эту вселенную кинематографическую, так сказать, или совершенно нового. Зарам, может, это провал кино, то, что они не достигли этого все-таки чисто кинематографическими средствами? Нет, 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 мы не знали, почему провал, потому что показывали то и то, почему провал. Нет, не провал. Я очень интересуюсь, что я достойна ли этого, вот представьте, что это будут когда-нибудь покажут по телевидению, ночью, по каналу арта. Нет, вот представьте, и я переключаю каналы, и я вдруг натыкаюсь на это кино и настолько на нем залипаю, что досматриваю. На арте не будут это показывать, только на арте показывают мейстрим более или менее и более привычные формы искусства. На каком канале. Нет, но это не телевизионное кино. Ну, в смысле, не телевизионное, в смысле, снятое для телевизора. Вдруг в кинотеатре, изобретаю в кинотеатре в незнакомом городе идет какое-то кино, и я туда захожу, и я на нем залипаю, зависаю. Это визуально. Это от вас зависит, Сережа. Но если это отдельный специальный кинотеатр для, так сказать, показов такого, другого, назовем это кино, так простецки назовем это, и человек имеет возможность смотреть 5, 6 или 14 фильмов, почему мы, так сказать, не доверяем зрителю? Я вообще зрителю доверяю больше такому спонтанному, чем какому-то умнику или какому человеку, который уже своими культурными стереотипами готов оценить это кино. или не кино. Но еще только одно слово. Поразительно. Вот меня что поразило. Казалось бы, и это вот на рты не покажутся, тем более, по первому коллайлу даже в 5 утра, а люди, которые смотрят, очень разные. Все сгруппировались мгновенно, и все откликнулись, как будто это нечто знакомое. Вот это парадокс восприятия, а люди очень разные. Поэтому есть надежда на других зрителей, о которых вы сейчас упомянули. Для меня кажется, что просто... И опять-таки, позвольте не согласиться с моей уважаемой собеседницей, глупо уважаемой Зарой, я хочу сказать, что мы не привыкли, что авторское кино, ну, в общем, арт-хаус, может себя продвигать, используя, по сути, маркетинговые технологии. Это мельканевшие технологии Марвел, староста Звездных войн и так далее. А тут это произошло. И, по-моему, это прекрасно. Ну, в общем, мы живем в мире, где высокое, условно высокое искусство и низкое давно уже пересекаются и взаимообмениваются с приемчиками и прочим. Я должна возразить. Значит так, извините, Сережа, Костя, значит, ты говоришь абсолютно, волга подать в Каспийское море, стереотип, я не о том, что высокое, низкое, давно слились в их стадии. Это не высокое и это не низкое и в этом парадокс этого проекта. Это во-первых. А во-вторых, это была необходимость, а не пиар. Иначе бы другой человек просто туда бы не вошел. Понимаешь? А дело не в низком и высоком. Там все высокое, все низкое. Не пиар, а маркетинг. Хорошо. Продолжаем нашу дискуссию о фильме «Дау», о котором многие слышали, который мало кто видел. У нас сидят два человека, видевшие этот фильм. Все-таки, да, жанрово мы попытались определить этот. Вот Зара Абдулаева, главный, заместитель главного редактора журнала «Искусство и кино», говорит, что это фильм, это кино. Спорит отчасти с ней Константин Мильчин, главный редактор портала «Горькие медиа». Об этом же фильме рассуждает Николай Ильницкий, режиссер и автор проекта «Арт-арена». Я отношусь к этому с восхищением и с большим интересом, потому что это некий повод для того, чтобы начался разговор. Наш мир кино, он нуждается в том, чтобы начался какой-то новый разговор в большом смысле этого слова, потому что на коммерческих рельсах, конкурируя с Западом, с Европой, мы как бы не вытягиваем, откровенно говоря, не справляемся. И в этом смысле нам остается только лишь путь в эксперимент, путь во что-то новое, путь во что-то, куда еще не ступала нога киночеловека. И поэтому я, конечно же, отношусь к этому большим интересам и трепетам. Один великий человек сказал, что искусство — это сочетаемое с несочетаемым. Вот. И, в общем-то, я считаю, что, наверное, это... Ну, как бы, я бы добавил, что это умелое сочетание с несочетаемым, потому что вопрос в том, как это сделать. Мы знаем Советский Союз, он же Совок, такой мельхиар, мельхиарова, глянцево-плакатный, да, поколение моего возраста, знает, ну, Советский Союз по каким-то фильмам таким, довольно идеалистическим. А там была, судя по всему, какая-то затронута другая сторона этого мира, которая тоже является правдой, которую мы, люди моего поколения, моего возраста, как бы, плохо себе представляем. Я не думаю, что это вопрос этики касательно погружения актеров, потому что это вопрос некоторой внутренней кухни, да, той, которую затеял режиссер, его команда, и которую он не скрывал, в общем-то. Я общался с людьми, которые там работали, они так, немного делились какими-то своими впечатлениями, потому что, сколько я знаю, они подписывали какие-то определенные бумаги, которые, ну, запрещали разглашать информацию в полном объеме, но, то, что я знаю точно, им как бы все условия как бы обговаривались на берегу. То есть, у моей знакомой была, например, постельная сцена, ей приходит утром записка в виде телеграммы о том, что вы должны будете явиться туда-то, туда-то, на такой-то, такой-то полигон, у вас там будет встреча с тем-то, с тем-то, и как бы хорошо бы, чтобы была постельная сцена. Но финальное право оставалось все-таки за актерами выбирать. И она говорит, что она действительно как бы, ну, маялась, мучилась с этим вопросом, потому что они как бы преследовали, в общем-то, степень какой-то определенной натуры, но она в последний момент как-то по обоюдному, абсолютно, какому-то внегласному такому пониманию со своим партнером, они почему-то отказались от этой сцены, хотя, в общем-то, они довольно привлекательные, молодые люди, но по сравнению, моральным обижением они просто этого не сделали. По сути, ну, никто их оттуда не выгонял, у них осталось такое право как бы этого не делать. Когда стирается грань между зрителем и сценой, между зрителем, там, да, и кадром, у зрителей, как правило, первая реакция, они очень пугаются, на самом деле, даже просто каких-то откровенных вопросов, там, тебе, 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 они сразу, это мне, что ли? То есть, ну, есть такая некая защитная реакция, то есть, и я считаю, что вот именно сочетаемое с несочетаемое, когда оно в какой-то грамотном градиенте сделано, оно рождает в себе какую-то физическую и химическую реакцию. И вот то, что мы имеем относительно этих разговоров, это реакция общества, которая пошла уже вокруг этого фильма, вокруг этого события, хотя они даже большинство еще не видели. Я думаю, что Хржановский, он из тех художников, которые делают кино из гнездовья, как сказать, сцены, а не из гнездовья зрительного зала. То есть, он, когда делает такие вещи, он не задумывается о том, а как на это будут реагировать зрители, а чем бы мне еще их там развлечь, а чем бы мне... У него были какие-то очень, мне кажется, вполне для него такие конкретные теории, конкретные вещи, сотрудничество с различными людьми. Перед ним стояли более интересные вещи, такие как художественный эксперимент. И, мне кажется, в первую очередь, что я его занимал, и это правильно. Мне как бы интересное искусство с точки живой материи, а не с точки зрения развлекалого, что ли. Николай Ильницкий, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ну, вот это вот замечание, что это кино, сделанное изнутри. он здесь, да, он, то есть, фактически, даже не важно, есть ли у этого кино зрители, да, эта история, которая состоялась внутри себя самой, ну, грубо говоря, безумный эксперимент на деньги олигарха. Они прожили, они это сняли, они это разрушили, и все, и нам предлагается просто, ну, хотите, посмотрите, как саглядатые. Ну, почему? это не для зрителя. Ну, я не понимаю. Или это для зрителя? Это какая-то неправильная постановка вопросов. Если снято, то для зрителя. А сколько этих зрителей будет, это покажет время. Ну, почему? Часто писатель, писатель часто пишет для себя, просто выписаться, уже неважно, прочтут тебя или нет, написать в стол. Ну, как-то сейчас скажет, Костя, что-то немодно. Но дело не в этом, не в этом дело. Это сделано, и это показано. Дальше зависит от формы показа, формы разнообразных показа. Это не фестивальное кино в самом таком, ну, в общем потребительном смысле слова, потому что на всех трех первоочередных фестивалях, первоклассных, класса А фестиваля, в основном нам показывают мейнстрим. Это связано с рынком, зрителем и так далее. Это очень мало имеет отношения к искусству. А это, этот проект, или эти фильмы, их всего 14 штук, я настойчиво это повторяю, это, конечно, совсем, ну, особенный художественный эксперимент, поэтому мы не можем за других зрителей решить. Это первое. Второе, что, мне кажется, очень важно в связи с этим фильмом, там абсолютно тебя никак не насилуют и не приближают к экрану. Это уже твои рецепторы с этим как-то справляются. Там нету, вот я как зритель, я же не только критик. Критик – это идеальный зритель, но он же такой же, как и другой зритель. Поэтому меня как раз поразило, что ни отвращение, ни эмпатия не заложены в это гнездовье, как сказал герой вот вашей, вашего сюжета. Этих нету. Это от тебя зависит, вложить туда ад или, антиутопию или утопию, рай или ад. Там все неоднозначно. И в этой неоднозначности в том, что только ты подумаешь, что так, сразу твою оптику переворачивают. И в этом, как сказать, многогранности как раз грандиозность этого и уникальность этого проекта. Там бы никакой однозначности из этого города мира, огромного мира и грандиозных, я повторяю, потрясающих персонажей вы в другом месте это нигде не увидите. Это не любопытство. Это сделанная вещь. Я не понял ни слова из того, что сказал юный режиссер, но могу сказать, что я своими глазами видел, как, по-моему, в 11 вечера или в час ночи в один из баров, ресторанов, театра, по-моему, театра Шатле поднялся Хржановский, сел за стол, он был довольный, веселый, наглый, и он внимал тому, как к нему подбегают люди, благодарят его, выражают восторги и так далее. Это вопрос о том, что Хржановскому плевать на точку зрения зрителей. Говорят, не знаю, что он каждый вечер приходит туда. Думаю, что если бы это вообще было плевать, он бы сидел бы за ширмой или на ГОА проводил бы время. Это раз. Дальше. Когда говорят, фильм, снятый на деньги олигарха, ну, очень много великих произведений культуры сделал на деньги тех или иных безумных олигархов. Потому что не ставилась коммерческая задача, скажем так. Ну и хорошо. Ну и что, разве это кристеррии? Есть кино коммерческое, есть кино, которое себя сама купает, и это хорошо. Есть кино, которое себя никогда сама не купит, и это тоже хорошо. А есть фильм, который снимается на деньги фондов. Ну как бы это не проблема. Нет, это не проблема, но это определение. В этом совершенно никакой проблемы не вижу. Но то, что это кино, построенное на максимальном взаимодействии со зрителем и рассчитанное на зрителя, на то, чтобы его посмотрели, это безусловно. Это фильм, рассчитанный на просмотр, на реакцию, на возмущение, на восторг, на отторжение, на приятие, на что угодно. Советская вселенная в нем воссоздана? Как вы себе ее представляете? Ну, понимаете, в чем дело? Ощущение совка, ощущение советскости. Остается визуальное. Сергей, советская, совковая, это все очень условные термины, которые для каждого человека знают что-то свое. И имеют свое образование. вот с этим отношением оно очень хорошо работает. Мой любимый момент в фильме, который называется Brave People, это вот один из ранних фильмов по институту, когда есть момент, когда каждый вечер в институт врываются ГБшники и кого-нибудь уводят. И в какой-то момент они начинают уводить только лжеученых. Причем их играет лжеученого, играет лжеученый, но не к сравнению к покойной, Вадим Чернобров. Наш самый известный уфолог, скончался два года назад. Уфология лженаука. Он там играет лжеученого. Вечером приходят ГБшники, хватают его и уводят. Видимо, расстрелять или в Сибирь, или пытать, я не знаю. Круто же, да, вот, сталинизм мечты, сталинизм здорового человека, всех врагов, всех плохих, всех лжеученых каждый вечер забирают. И вы начинаете с этим жить. Вот, понимаете, с этой мыслью. И это круто. Вот это и есть, как там было сказано, еще там гнездовье чего-то там. А вот это и есть, это самое гнездовье, видимо, которое заставляет нас сопереживать и думать. А если ты не думаешь, тебя заставляет проличь мозга, это кино заставляет думать. А при этом оно очень чувственное. И не только из-за сексуальных. Да. Это очень чувственное кино в любой своей клеточке, что не мешает тебе в этот момент соображать и думать, о чем сказал Костя. Это же очень редко речайшее сочетание, когда башка работает, мозги не отсокли, и при этом ты не то чтобы сопереживаешь или там что-то, нет, там таких глупостей нет. Но ты ощущаешь действительно эту невероятную и неподдельную чувственность. Это очень... Достичь практически невозможно. Чувственность, но с другой стороны, очень сильна, как я понимаю, из описания фильма роль насилия. Она показывает эти аппараты насилия, машины насилия, насилие над телами. Ну, это же входило... Нет, ну это часть контракта. Да, конечно, это очень важно. Ты можешь сказать вообще фильм о насилии? Ну... В том числе. А война и мир, а насилие, Роман, в том числе. А Анна Каренина роман о насилии, в том числе. Ну, это просто... Ну, смотрите, ну, насилие неотъемлемое, к сожалению, или к счастью. Нашей повседневной жизни. И, конечно, в этом фильме оно тоже играет очень важную роль. И ты, когда ты смотришь фильм с Сашей и Валерой, который, ну, видимо, всех наиболее потряс, ты понимаешь, что перед тобой... Вот тут я чего-то читал, да. Это два человека, которых, как бы, чей жизненный статус записан как бомжи. И ты видишь, как, как бы, опять-таки, на потеху зрителю, по-моему, да, они спариваются на камеру. И ты начинаешь думать, а вообще как? Это вообще такое можно снимать? А это можно снимать почему? Потому что вот из этого сделано шоу? Или что из этого сделано? Или это фильм о чувственности, как говорила Зара? Это вся... Ты постоянно, ни секунды, ты не можешь находиться в этом зале, не пытаясь понять, каково твое отношение к этому. Самые... Очень многие... А этически у вас... Не, я сейчас не про секс, говорю не про гомосексуальные контакты, а вообще этическое не возникает протеста, когда ты просто наблюдаешь чужую жизнь. Постоянно, конечно же. Потому что у тебя... Конечно же, постоянный протест возникает. Конечно, сажусь ваеризмом, если у кого-то я там подглядел случайно на смартфон, мне неудобно, если увидел там человек что-то такое свое интимное смотрит на смартфоне. Конечно, конечно, конечно. Выставляет эффект того, что ты подглядываешь за чем-то чужим, интимным, вот этим самым, ну вот чувственным, если мы просто слово интимность перейдем как чувство, есть во многом. Это же есть такой вариант русского перевода. Да, конечно, ты заглядываешь что-то чужое сокровенное, причем сокровенно запретное. Например, любовь матери и сына. плотская, да? Ну да, там энцискульная сцена. А энцискульная сцена, там большое количество. Это, и опять, да, ты все время пытаешься понять, можно ли тебе это смотреть. Это может быть сознательный прием? Конечно. Это фронтирование и патирование зрителя, работа с запрещенными темами? Я думаю, что это прием, во-первых, сознательный, во-вторых, мне кажется, могу ошибаться, не связан с апатажем. Он связан с теми законами, и условиями этих фильмов, которые, так сказать, стихийно возникли, и которые были запечатлены на пленку. Вы знаете, что это снималось на 30 минут. Саша и Валера. Это ведь не про что-то такое, что невозможно смотреть. Это, прежде всего, про нежность. И это очень рафинированное кино, при, казалось бы, мати, ужасе, соблазнении, отторжении. Там такие гениальные монологи у одного из дворников, которые вообще... Даже мой любимый Павел Прешкода. Даже кончается молитвой, по-моему, этот фильм. Кончается молитвой, да, очень уместно. Честно говоря, из всего этого фильма, молитва, наверное, последняя, что я вспоминаю всегда. Там есть очень жестокие сцены, когда Саша избивает Валеру, и в этот момент сам начинаешь думать, а что бы, если он его всерьез забьет. И когда Саша начинает открывать бутылку пойла ножом и режет руку, проскользая просто в сантиметре от вены, ты испытываешь физическую боль. Потому что это снято, опять-таки, это просто потрясающая съемка. Но понятно, что ты в этом момент думаешь, а если бы нож сорвался, то, что был бы. Это как в фильме «Милана» замечательном, когда бежит мать, вешается в лес, и камера неотступно следует за ней. Ты думаешь, а если бы она повесилась бы, тоже так же снимала? Настоящий бы оператор-режиссер снял бы, а потом бы на свободе, в настоящее время и прочих медиа обсуждали бы про этику. Понимаешь, это вопрос этики очень важный, но все-таки каждый режиссер в случае удачи, а дал безусловную удачу, решает для себя сам. Ну, это как с этим знаменитым кадром Кевина Картера, фотограф, который получил полюсерскую премию, вот эта умирающая девочка в Сомали, и он сидел и ждал, пока к ней подберется стервятник, его же затравили, он с собой покончил. Ну, все известные кадры с умирающими людьми, или которых убежит мертвые публиканцы, получившие полюсерскую премию, или что-то. Все они построили... За ними стоит этическое предательство. Не нам решать этому этическую... Некоторая этическая проблема и подозрение в некрофилии, но зато кого-то после этого может быть не убьют, потому что там, не знаю, человек станет пацифистом на этот кадр, посмотревший. Так не пошли о себя. Но дело в том, что в среде Виктор Косаковский, снимая фильм о своих... о людях, родившихся в тот же день, когда родился режиссер Виктор Косаковский, придя домой в Питере, увидел, у него умерла мать, он ее снял и оставил этот кадр в фильме «Среда». И тогда тоже были большие обсуждения прав Витя. Ну, наверное, Виктор Косаковский с мамой у него, наверное, были отношения ближе, и возможность или невозможность снять, наверное, для него, как бы сказать, не была пустой, как для тех, кто из этого делает какие-то далеко идущие выводы. Поэтому я, вот, когда начинается разговор про мораль и про этику, я начинаю, как сказать, немножко съеживаться, потому что это такая хрупкая вещь. Ну, особенно в 2019 году, сейчас, когда пошли все эти разговоры, мы живем в пост-вайнштейновскую эпоху, пост-хараслендсной эпоху, и этот фильм, как бы, он бросает с такой плюхой вот в это вот озеро. То, что этот фильм идет против, во многом против некоторых тенденций, это очень круто. Это круто. Он бросает, он во многом... Причем он задумывался, еще до того, как поднималось это. Понятно. Но то, что он идет против всех возможных тенденций, это, конечно, очень смело. А смело это круто. Продолжаем нашу беседу о фильме «Дау», которая мне иногда напоминает знаменитый рассказ Борхеса «Тленук бар» «Орбис терциус», когда люди создали вымышленную вселенную, заставили других в нее поверить, и весь мир превратился в этот «Тленук бар». Точно так же Илья Харжановский выстроил свой вымышленный город, это заставило в нем жить несколько сотен человек, и нас всех поверить в эту реальность и принять ее за огромное кинематографическое открытие. Мы продолжаем наш разговор Зара Абдулаева, Константин Мильчин у нас в студии. Я хочу такой задать, помните, такой был, о чем этот фильм? Да не о чем. Вот, и, собственно, задать этот фильм, а о чем этот фильм? Какие большие идеи, концепцию он поднимает о свободе человека, о роли насилия, о Советском Союзе? Вот, если пытаться его концептуализировать. Вот, все, что вы сказали, там присутствует, так или иначе, разумеется, поскольку это ведь это советское утопие, это же модель мира, так сказать, советского в этом институте. Это же модернистский, мне кажется, очень сильная такая модернистская вещь, как и советский проект, так и этот фильм. Ну, отчасти, только, ну, режиссер Демиург, вот, это действительно такой вагнеровский гезамт-кунстверк, всех загнать в один театр. Вагнеровский, хотя все про это написали, отбесили, я думаю, я думаю, что и режиссер, при том, что у него было, так сказать, величие замысла, но он не Демиург. Иногда, мне казалось, я даже почти в этом уверена, но про это невозможно даже говорить, при грандиозности и при уникальности этого замысла, кажется, что режиссер там не ночевала, и это потрясающе, его там не видать, при том, что прекрасно смонтировано все, не говоря о том, как снято, а режиссера не видать, как в настоящих, знаешь, фестивальных, таких художественных фильмах, его нет. Мне кажется, что и вообще его, может быть, там и не было. Там как раз парадокс этой картины, я скажу про что, это кино, парадокс этой картины, сначала скажу, заключается в том, что искусственная среда, выстроенная в этом институте, она же, это же такое советское, все советское от белья, от декора, белье может и аутентичное, но декор преувеличенный, так вот, это очень герметичная, и это очень искусственная среда, а спонтанность существования персонажей абсолютно казалось бы, из другого мира. И это сочетание сочетаемое, как я уже цитирую Костю Мечина, оно, конечно, тоже на себя производит ошеломительные впечатления, потому что это невозможно, как в такой искусственности вдруг живет и развивается без режиссерской воли Демиурга нечто живое. А фильм про то, что мы не знаем на самом деле, что в нашем подсознании, даже сознании, какие бездны таятся. Мы не знаем, нас никто не провоцировал, мы не проходили кастинг в Харькове, мы себя не знаем. Это о непознаваемости человека самим себя. Но тогда антропологический эксперимент, тогда, наверное, самое близкое, это не Вагнер, это Миллиграмма эксперимент, да, это Стэнфордский эксперимент, да, и эксперимент Стэнфордский, и что это? Мы сразу себя сужаем. Ну, а мы пытаемся через сравнение категоризировать. куда-то себя прилепить. А я за то, чтобы вот мы бы оставили бы на время вот эту концептуализацию. Мне кажется, для Дау это очень важно. В этом его новизна. Потому что если бы мы сейчас с легкостью, с кавалерийским наскоком как-то куда-то пришпилили бы, мы бы отняли у этого Дау его новаторства. Мне так кажется. Вы сейчас же описали две концепции отношения к Богу, дейску и традиционной религии. В традиционной религии Бог постоянно участвует в жизни людей, да, а у дейстов он вначале создал первоначальный толчок и отстранился и пьет чай, и пьет чай, где-нибудь чай на Юпитере пьет. Мне кажется, что, во-первых, традиционное отношение к режиссеру, который исключительно создает, ну вот он, неправильно участвует во всем, оно не значит, что устаревшее, но могут фильмы, которые снимаются так, а могут фильмы, которые снимаются вот так. С другой стороны, мне кажется, что Хржировский там участвовал довольно, довольно много, довольно много где, мне так кажется, что вообще, на самом деле, довольно все эти фильмы во многом режиссерские. и там в некоторых же кадрах есть моменты, когда видно, что люди не очень хотят сниматься и разными способами видны следы участия режиссера, помощника режиссера, старшего оператора, в том, что их выманивали и прочее. Но это, опять-таки, это на уровне ощущений, поскольку, опять-таки, мне кажется, что есть весь проект, есть каждый отдельный фильм, который по-своему, я правильно настаиваю, является завершенным, великолепным произведением кинематографического искусства. И каждый этих фильмов о чем-то своем. Саша Валера, да, о любви и нежности. Значит, там, не знаю, Эдип о запретном, ну да, кино о запретном плоде. Отважные люди, да, верно, действительно, о человеке, у человека и системы, да, потрясающий момент, когда физик выдерживает полчасовой допрос со страшными, страшным ЭГБ-шниками, которые его психологически унижают, давят и прочее, и тут же раздавлен любящей его женой. Это потрясающе. Это просто потрясающе снято и сделано. Вот о чем весь проект, если мы берем, действительно, все в совокупность 14 или 13 фильмов, значит, 700 часов отснятого материала, 20 тысяч квадратных метров в центре Парижа, в трех площадках и прочее, и прочее, и прочее, то, наверное, о способах управления людьми, я так, наверное, скажу. И в этом смысле, конечно, зрители тоже часть, потому что, ну, мы, вы, которые не хотели поехать, но полетели, на вас воздействовали через, ну, как, через профессиональный долг, через корпоративную, да. Через корпоративную, да. Нет, ну, по сути, профессиональная ответственность, на меня через любопытство и прочее, ну, еще раз, да, я мог, там еще такой момент, что ты находишься в центре же не посреди безвыжженной голой пустыни, ты находишься в центре одного из самых красивых городов мира, где хорошая погода, где вот там можно зайти в кафе Шантан и выпить кафе и съесть каштан. Я уже несу что-то странное, да, но в Париже есть чем заняться, в общем, да. Хорошая погода утром, а ты идешь в какие-то катакомбы смотреть довольно чуть, ну, не самое приятное в мире кино. Это не новый фильм с вселенной Марвел, который смотрится гораздо проще и веселее, да. Это все разные способы управления людьми с помощью контракта, с помощью денег, с помощью каких-то интересов и прочее, прочее. Костя, как бы, про каждое можно сказать. Вообще, наше пребывание в этом мире про спрос по проблеме можно ведь, ну, здесь доведено, может быть, до какого-то предела, но так ведь можно сказать про нашу нас. Все-таки очередь, что остается пространство выбора, мне кажется, что здесь, вот мне кажется, Костя здесь очень точно определяет, потому что здесь сочетается с одной стороны управление людьми в рамках института, да, управление людьми, как вообще некая мекозадача советского проекта, такого большого, модернистского, просветительского, да, создания нового человека. Ну, сказали преобразование, преобразование, да. Не управление, а преобразование. Ну, преобразование, ну, так сказать, управление природой человека, создание новой исторической общности, новой психики, новой личности. А на другом уровне это управление зрителем. Тебя заставляют сдавать смартфоны, брать дауфоны, иди смотри этот фильм, не смотри тот, иди исповедуйся там мулей, раввину, священнику. Ты можешь не ходить ни к священнику, ты можешь не брать смартфон, да, уфон. Но это так оказалось, что изначально это подавалось, как ты должен идти определенными для тебя придуманными проектами. Да, и ты знаешь, анкету, и говорилось, что в зависимости от того, как ты отвечаешь на вопросы, тебя прошут по определенному маршруту, все это, они, кажется, просто не смогли это. Не смогли, но хотели. Не смогли, но хотели. Идея была управлять зрителем. В общем, все проекты преобразования человеческой личности и создания нового человека разбиваются о том, что хотели, но не смогли. Все эксперименты, начиная, не знаю, вот с французской революции. Но мы создали нового зрителя, не создали, если мы так легко справляемся с тем, что нам предлагали. А на самом деле интенция была создать нового зрителя. В этом смысле, возможно, французский зритель, который смотрит по 15 минут каждый фильм, покупает себе ватник, ест литово-латвийские шпроты, потом идет в коммуналку, ходит по коммуналке и хватается за голову из других места, ой-ой-ой-ой, потом его бьет на гайкой шаман, потом еще пятое-десятое, потом идет на экскурсию в центральный офис и прочее. Возможно, он и есть новый зритель, который ничего не понял, но не понял ничего с нашей точки зрения. А со своей-то он, может быть, все прекрасно понял и даже остался доволен или возмущен, или неважно. Опять-таки, чем прекрасен этот проект, тем, что здесь есть гораздо, повторюсь, гораздо больше способов просмотра. Хорошо, но какая дальнейшая судьба? Что останется? Вот сейчас прошли парижские показы, парижские просмотры, вероятно, будет Берлинский. И что, это просто как такие два экзотических всплеска дискуссий? Ну почему, да, у Диджитона они когда-то выложат, и люди могут смотреть любые, как-то с этим быть, выбирать для себя, погружаться. Это уникально? Вы видите здесь какую-то новую возможность для кино? Это расширило возможности кинематографа? Возможно ли какое-то воспроизведение этого опыта? Или это такая одна диковинная вещь, такой, так сказать, кунсткамера? Ну это не кунсткамера, во-первых. Во-вторых, знаете ли вы много новаторских, неважно, произведений, сочинений, проектов, которые можно каким-то образом масштабировать и клонировать. Ну триер, скажем, догма открыла что-то и все-таки пошло в этом вопросе. Ну на каком-то этапе, ну недолго. Изобрела субъективную камеру, да-да. Не долго, недолго это нужно было для чего-то ему, но это же очень быстро даже, не только его последователями, но им очень быстро, так сказать, сдулось. На каком-то этапе, во-первых, это последний манифест прошлого века, а кинематографически не только, я думаю. Но это для чего-то нужно было. Вот, это был такой короткий период, но это же не было каким-то откровением. Это не было новым художественным экспериментом. Отнюдь. Или как бы, в каштанке сказано не отнюдь, насколько я помню. Но это другое, это нельзя тиражировать. Но как-то с этим быть можно. Поэтому я не знаю, как это для развития кинематографа, который развивается в неизвестную сторону. Понимаете, в чем дело? Часто какие-то проекты... Оно развивается вот Марвел, вот любимые твои... Ну, просто как пример, крайне качественного массового продукта. Ты правильно думаешь. Ну, понимаете, да, ну вот как фильм «Русский ковчег», очень для всего времени, для девяносто-какого, шестого года. Крайне именно технологически инновационный. Невозможно масштабировать. Ну, там, очень сложно снимать вот так вот на одном кадре и так далее, и так далее, и так далее. Найдется ли где-то еще режиссер, который сможет... Нет, а смысл? Сможет снимать фильм 10 лет, там, 3 года построить город, сжечь город и так далее. Может быть, найдется. Нет, а смысл? А может быть, и нет. Ну, опять-таки, да, ну, если мы там разберем по частям, то, возможно, каждая какая-то маленькая-маленькая деталька и поможет. Да, но это как... Да, это известно. Зачем американцы на Литальную Луну? За микросхемой, да? Известная фраза. Ну, вот, наверное, какая-то микросхема, может быть, из этого и появится. А может быть, и нет. Мне интересно, как самый Хоржановский сейчас, потому что сколько человек уже, наверное, лет 10 живет в этом, во всем проекте, в этой микровселенной. Да, 10 ровно. Выглядит он бодро, жизнерадостно. Потому что вот это где стояло. Хорошо себя чувствует. Ну, это вот то, что я видел. Я видел, как бы, ну, как это, здорового, розового, розово-щекого, очень молодо выглядящего, я думаю, что он выглядит лучше меня, хотя он старший мне, наверное, год 4, молодого человека, который абсолютно счастлив, он еще лучше, абсолютно счастлив, упивается своей ролью, вот, человека, который, не буду говорить громкое слово, делиург или, там, я не знаю, но режиссер, нет, ну, есть, есть, есть. Да, вот такой, как бы, вот, вот, он, у него все хорошо, по крайней мере, внешне, могу сказать. А почему мы так, как бы, озабочены, хорошо у него все или плохо? Нет, мне интересно, как художник, может, вот, интересно было бы его спросить, может, столько лет жить в рамках, одного проекта, и проект закончен, и... А он вам никогда правда не скажет, и... Если он жил, значит, он получал от этого нечто. Кто вам скажет? Режиссер всегда имеет свои заготовки, причем для разных клиентов и пациентов. Ну... Меня больше всего восхитило вопрос от Кожановского, меня восхитило, ну, познакомился с пленником из Москвы, который, ему, по-моему, 25-26 лет, он увидел фильм «Четыре», остался от него в большом восторге, где, кстати, использовался уже похожий прием, ну, погружение съемочной группы... Да, вот эти бабки... ...бабками и прочее. А он увидел там его, сколько там было летом, типа, 15, загорелся, очень долго ждал, специально взял отпуск и ходил как на работу каждый день смотреть «Дау». Вот видите, как мы недооцениваем. Видимо, есть это тот новый зритель, да, о котором шла речь. А мы эти критики приехали и... Я думаю, да, в заключении надо только пожелать, чтобы пошли новые показы, возможно, в Берлине, чтобы наши зрители, слушатели имели возможность своими глазами, своими ушами, своими чувствами оценить масштабность этого проекта, потому что, по всей видимости, до России, до богоспасаемых российских осин этот проект не доедет. А я хочу закончить, что мы говорил Махаржановскому, сказал однажды, читая в интервью, интересную вещь, что его в «Дау» впечатлило больше всего, как, находясь в рамках несвободной системы советской, вот этого особенно несвободного закрытого института, люди оставались внутренне свободными. Здесь, мне кажется, очень большой урок и самого Ландауа, и этого фильма для всех для нас по мере нарастания несвободы и того, как можно оставаться свободным, находясь в несвободных внешних обстоятельствах. Спасибо за участие в этом разговоре. Это Зара Абдуллавик, Константин Мильчин, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин